Что ж, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители на мой канал, с вами снова Коронбл, и сегодня мы с вами продолжаем играть в невероятнейшую, пока ещё... Ну, пока ещё, блять, я уверен, что на самом конце будет невероятнейшая классная игра, под названием Undertale. Остались мы с вами, потому что пришли в город под названием Снеждиград, и с лавками уже поболтали, да, поболтали, до свидания, до свидания. Я уже покупил, купил, что мне нужно, пару вещиц, кстати, есть как-то, как-то можно одеть, использовать сундук, давайте всё используем. Я так и не понял, как инвентарь открывать, сейчас я немножечко потыку по кнопочке, по-всекому, сейчас, вот, да, есть, есть кнопочка, так, вещи. А если я хочу посмотреть, как мне инфу-то про посмотреть, игрушка-нож, например, инфо, игрушечный нож, оружие, атака-3, сделанное из пластика, редкое в наше время. Так, ещё раз, вещи, есть какие-то, грубая перчатка, можно про неё инфо. Грубая перчатка, атака-5, изношенная перчатка, зарубовой кожи для пяти лапок создания. А, это, муплю, людей имеется в виду, кусочек снеговика, доброжная мужицкая бандана, вот, вот это я хочу одеть, потому что она даёт защиту, по-моему. Мужицкая бандана защиты 7, довольно поношено, на ней нарисованы кубики и пресса. Хорошо, так, вещи мужицкую бандану испытать. Вы экипировали мужицкую бандану, отлично, теперь у нас есть какая-то защита. Бинт, два скимо, кирпичный зайка, что это такое, я хочу инфу про него. Кирпичный зайка лечит 22 ОЗ, коричневая булочная в форме, коричневая булочка в форме зайки. Да, идём в отель, посмотрим, что у нас в отеле. Отель у нас зайка и собачка ещё какая-то. Здравствуйте, добро пожаловать в гостиницу Снежнеграда, в главный отель Снежнеграда. Одна ночь стоит 80 монет. Нет, естественно. Что ж, вы можете вернуться в любое время. Это ты кто? Мама говорит, что сон может остановить ваше здоровье до максимального ОЗ. Что ещё за максимальная ОЗ? Не знает она, да? Но мы же можем засейвиться, зачем нам нужно куда-то идти? Ведь такой бандер-желебный город наполняет вас решимостью. Да, вот и всё, вот вам и полная ОЗ. Так, это что такое? Не желаете погуляться в другой части города? Попробуйте подснежные тоннели, они идеально расположены. Так, ты кто? Разве мой маленький коричко не милашка? Пушистик такой, очаровашка? Хи-хи. Да, ну ладно. Ты кто такой? Та девушка. Что-то в ней смущает меня. Ууу, так ты подойди к ней. Мишка. Ужасные дети мучили местного монстра. Вешали украшения на его древенистые рога. И мы начали дарить тому монстру подарки, чтобы ему не было так плохо. Теперь у нас есть традиции. Класть подарки под... Наряженную... Наряженную... Ну, под елку, короче, вы поняли, да? Наряженную. Йоу! Ты тоже ребенок, да? Мне тоже кажется, ведь ты носишь полосатую рубашку. И чё? Окей. Интересно. Тот чудный скелет. Ребенок или взрослый? Ты ещё что-то скажешь? Интересно. Всё. Видимо, всё. Так, ты кто такой? Ниша. У этого города нет мэра. Но если возникнет проблема, скелет расскажет леди рыбе об этом. И... Вот это политика! Что за цветочки? Понятно, ничего. Я могу сюда зайти? Ты не против? Нет, против. Всё, я понял тебя. Угрибли. Это как у гризли, только грибли, да? О-о-о! Тут прям... Ты кто такой? Неважно, куда я иду, те же люди, то же меню. Помогите, мне нужны горячие напитки и... Горячие парни! Что? Неважно. Ты... О, ребята, я вас видел уже. Смотри, куда садишься, малыш. Потому что этот здоровяк-зал ргнёт в тебя на колени и подгорит тебе море любви. Внимание. Подарь тебе море любви. Так. Что? Ах ты собак! Помните эту собаку за прилавком? Она оказывается женщина или что? Я думаю купить себе шапаст-ошейник, демонстрирующий мою натуру. Это заявление, типа... Привет, дитя моё. Дитя... Дитя, мне в порядок и возьмите меня на прогулку, пожалуйста. Я... Вот этот собачка меня интересует. Привет, собачка. Так, чё это было? А, ты типа просто морщишь рожицу? Разговорить не умеешь? Ну ладно. Так, а ты кто такое? Что такое? Хм... Разве человеческая еда не отличается от еды монстров? Она делает такую вещь, как... Переваривается. И когда ты её ешь, она... Проделают путь через всё твоё тело. Отвратительно. Хотел бы я такое попробовать когда-нибудь. Ты кто такой? В столице становится довольно тесно, так что я слышал, что они собираются съезжать отсюда. Хм... Не хочу увидеть, как пропадает наша культура. Но я точно хочу видеть, как какие-нибудь городские пижоны плюхаются на задницу. Я... Не знаю, что-то хотят им сказать. Музыкальный автомат сломан. К сожалению, чем помочь не могу, наверное. Ты кто такое? Это собака из королевской стражи элитного военного подразделения Ондайн. Она грубая, шумная и колет всех, кто стоит у неё на пути. Неудивительно, что дети хотят быть такими, как она, когда вырастут. Понятно? Привет. Сегодня я закинул удочку на нескольких девушек. Говорят, в море много рыбы. Ну, я серьёзно. Я и прям хочу замутиться рыбкой. Хе, ну да, ты ведь рыба. Приветик. Он играет в покер против самого себя. Кажется, он проигрывает. Хе, серьёзно. Ну что, привет, бармен. Теперь с тобой поболтаем. Так. Грибблс предлагает налить стакан воды. Хотя делать это не торопится. Хе, ну да. Ну тогда, ладно, ребята, бывайте. Интересно у вас. Так, тут ещё есть пару персонажей. Ты кто такой? Все веселятся и подкалывают друг друга, пытаясь забыть о нынешнем кризисе. Мрачность, давка, нехватка света. Я бы к ним присоединился, только я не очень смешной. Ну, наверное. Привет. Мы все знаем про подемелье. Есть проблемы, но мы продолжаем улыбаться. Почему? Мы ничего не можем поделать. Чего тогда печалиться? Ну, да. Очень правильная позиция, считаю. Пойдёмте наверх. Так, тут чей-то том. Чё это за усы? Ах, снова бы стать молодым. Мир тогда казался безграничным. Тьф, говорят щеками. А ты? Ты ведь не попросишь меня опять играть за человека, так ведь? Ладно, ты что такое? Давай играть в монстров и людей. Окей, можно зайти? Туки-туки. А, что за чудесный стук? Может, если я буду отвечать, я услышу его снова? Ах, моё терпение вознаградило меня. Что? Ах. 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 Ну-ка, а если я буду очень долго долбиться? Ещё три раза. Раз, два, три. Последний раз. Ах, бесполезно. Что это такое? Что это на снегу лежит? Чё это такое? Так, ты хватаешь. Понятно. Работает парень. Лучше ему не мешать. Тут конец. Библиотека. Зайдём. Здравствуйте. Добро пожаловать в библиотеку. Да, мы знаем. В надписи ошибка. Ой, я, кстати, не посмотрел. Посмотреть. Это твой взгляд? У тебя были трудности с решением детских путаниц, не так ли? А не с тобой ли я как-то боролся? Я люблю работать над газетой. Здесь так мало известий, что мы просто наполняем их её играми и комиксами. Ну, прикольно. Ха-ха. Давно-давно мои учителя давали мне филворды, когда у них окончались задания. Я считал это пустой тратой времени, но взгляни на меня сейчас. Я сам моя первоклассная создательница головоломок с поиском слов во всём подземелье. Любовь, надежда, сострадание. Говорят, что именно из этого состоят души монстров. Но истинная природа души неизвестна. В конце концов, люди доказали, что их душа для существования... А для существования эти вещи не нужны. История монстров, часть 4. Больше не боюсь людей. Мы выдвинулись из своего старого города дома, невзирая на суровый холод, влагу, болото и жгущую жару. Мы шли, пока они достигли места, которое терпеть теперь называем столицей. Новый дом. И вновь наш король показал, что не умеет придумывать название. Это я уже где-то видел. Из-за того, что они сделали из магии тела монстров, и их души настроены на одну волну, если монстр не захочет сражаться, то его защита ослабнет. И в чём... И чем коварнее намерение наших врагов, тем сильнее их атаки ровняет нас. Поэтому, если существо с могучей душой одержало... Одержимо желанием убивать, давайте закончим главу здесь. Вот он и я, пишу эту книгу. Фигура заходит и поднимает книгу, начинает читать её. Ой, извините, я всё пишу эту... Понял тебя. В основном монстры состоят из магии, а человеческие создания из воды. Благодаря своей физической форме люди намного сильнее нас. Но они никогда не познают удовольствие выражения своих чувств с помощью магии. Но они не получат того удовольствия от открытки на день рождения. Это школьный доклад о похоронах монстров. Что? Похороны... Похороны монстров, технически говоря, очень клёвые. Состарившись и сыграв в ящик, монстры превращаются в прах. На похоронах мы берём этот прах и рассыпаем над любимой вещи умершего. Тогда её сущность будет жить в этой вещи. Этого минимума хватит, меня уже тошнит от писанины. Меня уже тошнит от чтения. Хотя нет, мне на самом деле он очень нравится. Библиотека. А, там Т не хватает, видите? Библи... Библиоека. О, письма много. Этот почтовый ящик переполнен непрочитанным спамом. На почтовом ящике написано папирус. Сглянуть внутрь, да? Нет. Да. Он пустой. Бедный папирус, бедный папирус. Что здесь? Закрыто. Так, это опять какой-то прок... Закрыто изнутри. Кто-то закрылся. А что дальше? Дальше выход. Ну, давайте пойдём тогда. Ой, чё-то такое? Это мне холодно так становится? Я надеюсь, не помыл. Ничего не видно. Так. Дай-ка угадаю. Папирус. Сейчас надо настроить. Человек! Позволь мне рассказать тебе. Я не могу говорить у голоса, как бы я ни старался. О некоторых сложных чувствах. Чувствах, как удовольствие от того, что нашёл другого любителя пасты, восхищение чужими навыками, решение головым, желание знать кого-то клёвого, умного, а кто считает тебя клевым. Эти чувства, они должны быть тем, что ты чувствуешь прямо сейчас. Мне тяжко представить, на что должны быть похожи эти чувства. Однако, я крайне восхищён. Я даже не думал о том, что значит иметь много друзей. Мне жаль тебя, одинокий человек. Но... Волнению нет. Об одиночестве забудь. Ведь этому не бывать. Я, великий Папирус, стану твоим... Нет. Нет. Это... Это всё неправильно. Господи, какая драба. Я не могу быть твоим другом. Ты человек. Я должен поймать тебя. Тем самым, я смогу осуществить мечту всей своей жизни. Могучей, популярной, авторитетной! Таков Папирус. Новый член Королевской Стражи. Отлично. Драка, значит, всё-таки с тобой с... Они говорили, что ты будешь мирненьким. Действия. Папирус. Флиртовать. Что? Флирт? Так ты, наконец, покажешь, что ты безграничные чувства. Что ж, я скелет в очень высоком требовании. Скелет с очень итогами требований. У меня нет отличных качеств. Я умею готовить спагетти. О, нет! Ты подходишь по всем моим требованиям. Я полагаю, это значит, что я должен пойти на свидание с тобой. Давай устроим свидание. Потом. Так, что это такое? Они не будут прыгать? Просто? Это всё? Папирус размышляет о том, что надеет на свидание. Действительно. Давай ещё флиртовать. О, нет! Давай устроим свидание потом! После того, как я... Что после того, как ты? Он до сих пор не атакует меня, лол. Это что, драка такая? Папирус размышляет о том, что приготовить на свидание. Отлично, я могу им этим занять. Флиртовать. Вы флиртуете, но без толку. Кажется, действия не... Не шевелят битву. Давай устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. И всё ещё ничего не происходит. Папирус... Пшикнул костя... Костяным одеколом возле уха. Действие Папирус... Оскорбить, оценить, флиртовать. Ещё флиртовать, ещё разочек. Вы флиртуете, но без... Бестолку. Кажется, действие не разочит. Ну я понял. Давай устроим свидание потом. Я понял. Это бесполезно. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. О боже, какие движения Так Что это? Теперь ты синего цвета Это моя атака Теперь ты синего цвета Блеха, муха Действие Папирус, давай флиртанем, а? Папирус забил на битву Отфлиртоваться Давай устроим свидание потом Оп Да, Папирус Папирус послал МТТ брендовым аниме Порошком возле уха Что? Я ничего не буду пощадить Что? Я не буду? Или не хочу? Папирус Давай без глупости Блять, какая кость! Опа! Вот это было сложно Папирус Возле уха Пощаду, пожалуйста Зажимай вверх, чтобы прыгать выше, господи Да я уже понял, как это работает Папирус Ну чё ж они у тебя быстрее-то двигаться Начинает! Я же не могу тайминга подгадать Оп Оп Ох, хорошо Папирус Опять Притягивается слизи возле уха Действие, Папирус Давай флиртовать Папирус забил на битву Отфлиртовываясь Ага! Не заставляй меня использовать Мою специальную атаку Специальная значит красная Красная значит двигаться Папирус намазал антитибрендовым йогуртом Красным возле уха Ты тоже пылмой Пощади, я почти ощущаю вкус Чего ты там ощущаешь? ААААААА Я не успел А на свидание вот как собрался папирус оценивать свои возможности пощадив папирус чего папирус блять а я не привык папирус грохочет костями пощади меня пожалуйста ondine правда будет гордиться мной ну посмотрим что горд что с тобой там будет отлично папирус готовится к костяной атаке получает король подстрижет подстрижет изго говорить форме моей улыбки почему ты так думаешь ой 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 готовить костяной атаке пощады мне просто мой брат будет ну быстрее быстрее вот это я вот это я смог папирус грохочет костями еще один раз я могу это будет Многие будут восхищаться, но... Но заканчивай ты фразой. Чем быстрее закончишь, тем мне живее буду. Ой, я, кажется, начинаю понимать. Папирус готовится к гостяной атаке. Ну, отстань от меня. Полюбит ли меня кто-нибудь так же искренне, как ты? Никто не полюбит тебя, поэтому не надо меня убивать. Тебя больше никто любить-то не будет. Тебе никто не пишет. Ты понимаешь, как всё плохо? Она двигается, блядь, она двигается, а? Хорошо, хорошо. Папирус очень старается быть колонокровным. Ну, флиртовать. Папирус забил на битву, отфлиртовываясь. Такие, как ты боишься. Редкость. Ты большая, то есть. Редкость, что? А, ну я понял. Я не знаю, что я делаю, так или не так. Ну вот что это такое? Ну что ты делаешь? Хватит. Папирус грохочет костя. Давай ещё раз пущите. И попасть на свидание будет тяжеловато. А, нет, тихо, не двигаться. Оп, не двигаться. Оп, блядь, не двигаться. Не двигаться. Блядь, такая простоя, а я нафейлил. Папирус готовится к костяной атаке. Мне нужно что-нибудь съесть. Бинта, пожалуйста, выпасть. Намотали бинтом. Ну, отлично, 10 ос. После того, как я... Да, блядь, ты перестанешь так разговаривать неопределённо? Ты понимаешь, чем, блядь, больше фраз, вот сейчас бы я не уклонился. Папирус хихикай. Пощада пощадить. Хм. Да когда? Да никогда, успокойся, я бессмертен. А, ну что это такое? Папирус шепчет. Ня-ха-ха-ха. Пощади. Сдавайся или встретишься лицом специальной атакой. Да давай уже её. Оп. Оп. А, блядь, быстро. Не предугадал. Папирус готовится к костяной атаке. Это вообще что-то меняет? Забил на битву, отфильтовываясь. Да, я очень скоро использую свою специальную атаку. Ну давай, я очень жду. Жду не дождусь. Оп. Блядь. Ммм. Пахнет костями. Мне нужно что-то съесть. Два ксиму. Вы съедаете половину твоего ксиму, восстановите. О, ещё один раз могу съесть. Ещё чуть-чуть, я использую специальную атаку. Да ты достал уже меня. Ты где там твоя атака-то, блядь, специальная красная? Я знаю даже её как контрить, а ты всё жмёшься зачем-то. Так. О, господи. Папирус оценивает свои невозможности. Да ты задрал. Это твой последний шанс. Блядь, а, я понял, я должен стоять на земле. Папирус хихикает. Пощади. Узри. Это твой... Что? Что за чёрт? Это твоя специальная атака? Эй, ты глупый пёс. Ты посмотри на него. Ты слышишь меня? Хватит жевать эту кость. Эй, что ты делаешь? Вертись сюда с моей специальной атакой. Хе-хе, он тебя бросил. Ну ладно. Я просто использую очень крутую обычную атаку. На, очень круто. Во-первых, готовится к обычной атаке. Да пощади ты. Эй, вот ещё. А-а-а-а... Отлично. А-а-а... Хорошо. А-а-а... Хорошо. Я... Я... Я помогаю себе не... Да, перестань. А-а-а... Пёсик. А-а-а... Что это? Кул! дюд чувак что это пройти это невозможно it's not как я должен был это пройти и что это за кость это у тебя такая а если по обратно резко пойдет мария готов непонятно почему-то последний пусть было что ж ясно ты можешь победить меня да я вижу ты дрожишь от страха следовательно я великий папирус решил даровать тебе сострадания я пощажу тебя человек этот вышел сприть мое велосердие папирус щадит вас до свидания наконец папирус плиты был очень потным под ней чем 3 лете так скажу хотя хренусы я даже не могу остановить такого слабака как ты онтайн будет разочарована я никогда не потом не попаду в крыльевскую стражу и мое количество друзей останется прежним что скажете будем что за неудач не ну кашку друзья ты хочешь со мной дружить тогда помогаю я могу сделать плашку для тебя у нас даже не было первого свидания а я уже учился попасть французова кто знал что что-то чтобы ставить завести друзей надо было заставить их решать головоломки и сражаться ты научил я человек я дарую тебе разрешение пройти дальше я подскажу как выбраться на поверхность продолжаете вперед до конца пещеры и когда достигнешь столицы пересеки барьера удерживаю удерживающий нас под землей магическую печать что друг что угодно что угодно может войти но ничто не может выйти за исключением кого-то за сильной душой кого-то как ты вот почему король хочет получить человека он хочет открыть барьер с помощью души тогда мы монстры сможем вернуться на поверхность о я чуть не забыл тебе сказать чтобы добраться до верха тебе придется пройти через королевский замок король всех монстров он такой в общем он большой пушистик каждый любит этого парня я уверен если ты просто скажешь простите меня дремур могу ли я пройти домой он просто пропустил я через барьер сам любом случае хватит разговоров я буду дома как другой я буду дома как крутой друг не стесняйся приходить ко мне на свидание и ушел ну давай сходим к нему что-ли в гости